Запоминающиеся, харизматичные, яркие — так можно охарактеризовать роли, которые в детстве сыграл в советском кино актер Косых Виктор Иванович. Для многих мальчишек картины, в которых он снимался, были культовыми, добро пожаловать или посторонним вход воспрещен, неуловимые мстители, фронт за линией фронта. Получив актерский опыт очень рано, Иван Викторович влюбился в профессию и на протяжении всей жизни беззаветно отдавал себя кино. Будущий артист родился 27 января 1950 года в провинциальном Алапаевске, обычном небольшом горно-промышленном городке, каких много в Свердловской области. Еще в младенчестве он остался без отца. Мама Витя Нинель Дмитриевна, работавшая в то время школьной учительницей, вышла замуж второй раз. Отчимом мальчика стал известный актер Иван Косых, который воспитывал его, как родного ребенка, официально оформив усыновление. После окончания в ГИКО Отчим поступил на службу в театр-студию киноактера и увез семью Виктора Косых в Москву. Жизнь мальчика случайна, но очень круто изменил приход в школу представителей МОСФИЛЬМА. Учебное заведение не было образцовым или особенным, просто оно находилось поблизости от киностудии. В то время режиссер Элем Климов подбирал ребят для своего фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Мальчика одобрили на главную роль Кости Иночкина. Правда, сначала ему предназначалось сыграть другого героя, Марата. Но по сценарию он должен был голым нырять в речку и стесняясь на смеши кровесников, Витя Косых всеми силами старался показать себя с лучшей стороны в пробах на другую роль. Фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», в котором свою первую роль сыграл юный актер, завоевал огромную любовь советских подростков и взрослых, но уже после первого проката был снят. Критики посчитали его антихрущевским. Но для Виктора дорога в кино уже была открыта, многие любители кино помнят и любят его за роль Даньки в «Неуловимых мстителях». Одну за другой он получал интересные роли в культовых картинах советского периода. Правда, большинство из них были второстепенными, но между тем не менее запоминающимися для зрителя. Съемки в роли «Неуловимого» Даньки у легендарного режиссера Эдмона Киосаяна стали настоящим приключением в жизни молодого артиста. Он легко вживался в авантюрную роль мальчишки, который вместе со своими ровесниками мстил разбойником из «Банды Батьки Бурнаша». Еще на стадии съемок фильм обещал стать очень популярным, картину с участием Вити Косых в первый год посмотрела почти вся страна, и было принято снимать продолжение «Неуловимых», «Новые приключения неуловимых» и «Корону Российской империи». Об этом периоде актер позднее вспоминал, как о самом значимом в его жизни, хотя было и еще более 50 ролей. В биографии Виктора Косых были случаи, которые могли резко изменить его судьбу или даже лишить актера жизни. Все они были связаны с автомобилями. Три раза артист попадал в крупные дорожно-транспортные происшествия. Первый случай, когда Виктор Иванович, ехавший за рулем с сыном, невольно стал виновником страшной аварии, мог стоить ему свободы. Во время движения перед ним неожиданно выскочили пассажиры, и водителю пришлось вывернуть на тротуар, рядом с которым располагались столики закусочной. В результате пострадало три человека, один из которых впоследствии скончался в больнице. Но следствие сделало вывод, что актер не мог предотвратить трагедию, и был оправдан. Во второй раз уже в 2009 году Виктор Косых попал в аварию, после которой долго лечился и восстанавливался. А в третий, всего через год его сбил автомобиль, и актер снова оказался на больничной койке. После окончания в ГИКе Косых Виктор Иванович женился. С женой Татьяной он прожил около 20 лет. Брак был разным, светлым, с пылкой любовью, ссорами, расставаниями и даже равнодушием, как это и бывает в большинстве актерских семей. Отношения постепенно себя изжили и оба супруга это понимали. Они расстались, дети Виктора Косых, дочь и сын, родившиеся в этом союзе, остались с мамой. После развода с Татьяной, в личной жизни Виктора Косых не было изменений целых десять лет. И вдруг судьба сделала ему подарок — встречу с последней любовью. Елена, ставшая второй женой актера, была в два раза моложе его и работала следователем. В 2001 году жена Виктора Косых родила ему дочь. Снова став отцом в 51 год, актер признавался, что испытал особенное счастье, несравнимое ни с чем ранее пережитым. Биографии Виктора Косых и его дальнейшая судьба развивались вполне предсказуемо. Он учился в Московском погранучилище, потом поступил на курс Бондарчука во ВГИК, продолжал сниматься в кино. После окончания ВГИКа карьера Виктора Косых складывалась удачно. Этому во многом способствовали его ранний приход в кино и роли, сделавшие актера знаменитым еще в подростковом возрасте, и, безусловно, то, что наставником курса, на котором учился молодой человек, был Бондарчук. Виктор снимался постоянно. Каждый год выходило по фильму с его участием, и пусть он чаще всего играл в картинах второстепенные роли, но был по-прежнему узнаваем и всегда имел работу. В эти годы об актере появилось множество слухов. Кто-то говорил, что он спился и работает дворником, другие — что Виктор Косых отбывает наказание в колонии. Такие слухи рождались на фоне обоснованных и вполне реальных историй других ребят, ставших знаменитыми, благодаря съемкам в добро пожаловать, и неуловимых. Некоторые из них действительно работали в те времена сантехниками, разнорабочими, грушчиками. Официальная причина смерти Виктора Косых, которая стала известна после вскрытия — сердечная недостаточность. Трагедия произошла 21 декабря 2011 года. На прощании присутствовали самые близкие люди, дети, жена, друзья. Тело актера было кремировано в хованском крематории, а урна с прахом доставлена на Урал и захоронена рядом с могилами отчима и бабушки.